На неделе вновь заговорили об опасности скутеров. Нижнекамский юноша не справился с управлением и сбил четверых человек. Сам при этом погиб в больнице. В обществе неоднократно поднимает вопрос, в каком возрасте сажать человека за руль мопеда и стоит ли запретить родителям покупать опасные игрушки. Президентом страны подписан закон. Он вносит изменения в порядок получения водительских прав. Теперь дадут их, если исполнилось, 16. Правило вступает в силу через полгода. А пока на дорогах нужен глаз да глаз. Тему продолжит Алина Хусаинова. В Нижнекамске 17-летний скутерист сбил на нерегулируемом пешеходном переходе одновременно четырех девушек 14-16 лет. Двигаясь по левой полосе, он не убедился, что на зебре никого нет. Хотя автомобили, стоявшие на средней и правой полосе, остановились. Далее, переходя по нерегулируемому пешеходному переходу, практически завершили уже свой маневр. И совершил наезд скутер уже. Своим не убедились, что не убедился. Общие пострадавших пять человек, они все госпитализированы. На скутере был еще и пассажир. К счастью, 16-летний Трофим не пострадал. Мы ехали по левой стороне, и автобус загородил пешеходов. Мы подумали, что все пешеходы прошли, потому что там уже начали трогаться машины. И он понял, что все прошли, ехали, и там девочки вышли. И так наехали. Он поехал потом влево, и мы врезали в стол. Девушки получили незначительные травмы, а вот водитель скончался в больнице в тот же день. За рулем скутера может оказаться каждый. Водителям малолетражек необязательно знать ПДД и проходить регистрацию. Сейчас по федеральному закону скутеры, которые развивают скорость до 60 км в час, приравниваются к велосипедам. Именно поэтому за их рулем чаще всего оказываются дети. Остановить такую ситуацию на дорогах может помочь только закон об обязательной регистрации малолетражных транспортных средств. В Европе он уже работает, в России же он вступит в силу только через полгода. На этой неделе новый закон был опубликован в российской газете. Теперь будет действовать в категории водительских прав. Впервые вводится удостоверение для управления мопедов и скутеров. Их можно будет получить только с 16 лет. Также необходимо сдать экзамен на вождение трициклов и квадроциклов. На них право управления смогут получить лица не моложе 18 лет. Я думаю, должна быть ответственность родителей перед своими детьми. То есть детям с детства нужно говорить, что такое хорошо, что такое плохо. И есть такое выражение «береги себя сам». Это тоже нужно, чтобы дети знали, усвоили с детства. Мне так кажется. А только методами отбирания или методами права у нас все время надо что-то делать через какие-то законы. Мне кажется, нет. Надо, чтобы обучали в школах обязательно детей. Потому что страдают-то дети, родители. ДТП происходит из-за этого. Из-за этого надо в школах обучать, чтобы из ГИБДД приходили преподаватели. Я бы сделала им дополнительные дорожки, чтобы они могли кататься на скутере. Или отделить какие-то площади, места. Все, что касается детей, конечно, подальше держать их от таких вещей. Подальше. Детей беречь надо. Об опасности управления мототранспортом шел разговор и в прямом эфире телеканала «Россия-24», где начальник управления ГИБДД по Татарстану Ревкат Мениханов рассказал о последствиях покупки опасного транспорта. Школьники сейчас просят все скутеры. Родителям, которые мотоциклы и скутера предоставляют или дарят своим детям. Мы когда говорим, что если хочешь убить своего ребенка, подай ему скутер или мотоцикл. Вот это серия. Вот этот ролик, он такой действительно подтверждает, что там не так очень просто и очень опасно. Пожалуйста, покажите. Мотоциклы, мопеды, скутеры. Посмотрите, эти транспортные средства становятся предательски беззащитными для своих наездников при дорожно-транспортных происшествиях, при наездах и при столкновениях. Глядя на эти кадры, становится понятно, что человек в таких авариях выжить не может. Лихачу не помогут ни шлем, ни амуниция. Увы, но такие аварии происходят не только на испытательных полигонах. Многих байкеров так и манят повернуть ручку акселератора чуть больше дозволенного, ощутить мощь двухколесного монстра, насладиться ревом мотора. Задумайтесь прежде, чем нарушать ПДД за рулем мотоцикла. Задумайтесь прежде, чем подарить ребенку скутер. Покупать или нет двухколесный транспорт своему ребенку решают в первую очередь родители. И ответственность за его здоровье тоже ложится на их плечи. Прежде, чем идти на поводу своего чада, стоит сто раз подумать. Прежде, чем покупать игрушку, которая может стоить ему жизни. Алина Хусаинова, Айгуль Яблонская, Равкадзиединов. Вести. Татарстан.